Содействие и участие общественности в политике, проведение консультативных мероприятий среди общественности, формулировка рекомендаций по проектам законов, консультация президента по вопросам развития гражданского общества, а также осуществление роли стража общественных интересов над деятельностью исполнительной власти и обеспечения уважения свободы выражения своего мнения в Абхазии. Таковы цели и задачи консультативно-совещательного органа. Заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия отметил, что за трехлетний срок действия полномочий нынешнего состава общественной палаты было сделано немало, однако многое еще предстоит, но уже будущему новому составу палаты. Не до конца кое-какие вопросы. Мы не доработали, мы это должны признать. Вместе с тем, общественная палата работала, выполняла комиссии, которые были по безопасности, по здравоохранению и так далее. Они работали и их результаты работы тоже видны. Совет палаты собирался здесь недавно и разговаривал с секретарем, который уже подала заявление, ушла, секретарем общественной палаты, который с нами проработала, Нателла Нуринакова. Мы и сказали, что коллектив ценит ее, сколько 12 лет работала вообще в общественной палате. На последнем заседании общественной палаты 4-го созыва говорилось о том, что работа консультативно-совещательного органа должна быть более эффективной, чтобы к рекомендациям палаты не только прислушивались, но и принимали их. Иногда распоряжение власти повисает в воздухе, а у нас нет рычагов давления, хотя все хотят произнесенные слова, чтобы они возымели действие моментально. В жизни так не бывает. В жизни надо иметь большое терпение и работать настойчиво, постепенно, применяя те инструменты, которые нам даны в руки. А в отношении палаты я не соглашусь с некоторыми, что мы очень даже хорошо, на мой взгляд, работали. По курортному вопросу тоже совершенно не было реакции. Я слышала, во всяком случае, от самого министра, что большое спасибо, что вы нас пригласили, потому что какие-то замечания, я для себя это учел и в этом направлении работаю. Мы ставили вопрос о лагерях, которые наши дети, но сейчас я была приятно удивлена, в этом году нам Рита Владимировна для семей пропавших без вести сделала возможность отдохнуть во Вадхаре. Какие-то вот такие вот очень значимые социальные вещи мы все-таки продвигали. По мнению членов общественной палаты, к работе организации нужно привлекать экспертов, но для этого необходимо дополнительное финансирование. Никто бесплатно не будет с общественной палатой работать на постоянной основе, делать экспертизу с серьезных документов, а мы обязаны работать с законопроектами на стадии их обсуждения. Я думаю, что вина общественной палаты, на нас тоже висит ответственность за недоработки в плане законодательства в выборах. И вот эта статья 19, мы тоже должны были это увидеть, если мы активно работали бы с проектами закона. На заседании были рассмотрены и другие вопросы, связанные с дальнейшей работой общественной палаты нового пятого созыва. Поскольку это действительно один из важных институтов гражданского общества, пусть и не очень развитого у нас в стране, но все-таки, поэтому я бы пожелала новому составу общественной палаты активнее продвигать гражданские ценности, демократические, правовые ценности. Иногда у нас спорят по этому поводу, говорят, что они как-то противоречат Абсуара, либо наоборот синхронизированы с Абсуара. По крайней мере, в нашей конституции они совершенно четко прописаны, и поэтому я думаю, что новым членам новой общественной палаты в этом направлении следует, так сказать, уделять этому немало внимания. Общественная палата состоит из 35 членов представителей гражданского общества, 13 из которых назначаются президентом, 11 представляют районы и города Абхазии, и еще 11 – различные политические партии и общественные организации.